Всем привет! На канале Teach Me Skills новости из мира IT-технологий. Я тут все не теряю надежды подсобрать лайков на дайджесте, поэтому решила использовать секретное оружие, а именно новость про котиков. Короче, это настолько мило, что я не могла об этом не рассказать. Добряк-разработчик Тенни Смит представил проект дверного звонка, который реагирует на мяуканье кота. Он рассказал, что устройство позволяет ему знать о том, что котик подошел к двери и хочет войти в дом. Система построена на базе микрокомпьютера Raspberry Pi 4 и микрофона, который установлен на улице. Программная часть проекта написана на Python с использованием TensorFlow Lite и развернута на базе Amazon Web Services. Важно отметить, что дверной звонок реагирует только на звуки мяуканье кота и не срабатывает на посторонние шумы. Также устройство не издает звук в ответ, а присылает уведомления на смартфон пользователю. Кстати, если вы собачник, то это не проблема. Автор проекта предусмотрел запрос аудитории, и звонок можно настроить для использования с песелем. Исходный код проекта и подробная инструкция по настройке доступны в GitHub-репозиторию разработчика. Также Теннис подготовил список всех необходимых комплектующих и отметил, что на сборку и настройку уйдет всего один вечер. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что оставите своим детям, внукам и дальше по списку, кроме движимого и недвижимого имущества? Если да, то следующая новость может быть вам очень полезна. Стартап StoryFile из Лос-Анджелеса разработал технологию, которая позволяет общаться с голограммами умерших людей и сохранять память для потомков. Теперь любой человек может воссоздать свой цифровой клон для будущих поколений. Для этого нужно ответить на ряд вопросов о своей жизни, опыте, решениях, переживаниях, взглядах и так далее. После чего разработчики обрабатывают запись и скармливают ее нейросети, которая учится генерировать ответы. В итоге готовый продукт загружает на платформу StoryFile, где родственники, и не только, могут взаимодействовать с голограммой после смерти заказчика, как будто в реальном времени. Можно даже возродить любимого человека на похоронах и создать иллюзию его присутствия рядом, чтобы облегчить страдания. Что по факту и сделал гейм-директор StoryFile Стивен Смит. Одним из первых людей, на ком опробовали разработку, стала его мать Марина Смит, которая скончалась в июле этого года. Ее виртуальная копия пообщалась со скорбящими родственниками на похоронах сразу после клеммации. И даже не только отвечала на их вопросы с поразительной искренностью, но и поделилась до этого неизвестными ему подробностями из своей жизни. Кстати, технологии уже есть во всеобщем доступе и стоят и на 40 фунтов в неделю. Поэтому все желающие могут перейти по ссылке в описании и познакомиться подробнее с этой технологией. Если вам голограмма не может придумать ответ, то есть она не будет выдумывать информацию, она скажет, ну дайте мне другой вопрос. То есть она ничего не выдумывает, а только генерит ответы из того, что рассказал родственник перед смертью на записи. И как говорит сам Смит, обычно люди раскрываются больше перед камерой, чем перед живыми людьми. Поэтому его мама столько и наговорила интересного в своей жизни. Вот мне с моей коллекцией обуви, а уж поверьте, у меня ее немало, это устройство просто необходимо. Я даже готова записаться в тест-группу, которой нет. Но ближе к делу. Компания LG представила новое устройство под названием Stylish Care. Представляет собой оно небольшой обувной шкафчик, который может самостоятельно ухаживать за кожаной, замшевой и спортивной обувью. Ну не кайф ли? Мои кроссовки точно сказали бы большое мерси. Гаджет освежает обувь паром и использует фильтр ZeoDry, что позволяет сушить и дездорировать ее. Фильтр состоит из минерала циолита, хорошо впитывающего излишнюю влагу. Interesting fact! Он применяется в том числе на МКС для поглощения углекислого газа, который выделяется астронавтами при дыхании. Сам шкаф состоит из двух полок, на каждую из которых влезают по паре обуви. Кстати, ячейки можно настроить в выбор одной из десяти программ. Выбор зависит от материалов, из которых обувь изготовлена. Представители компании сказали, что за 37 минут пользователь сможет отпарить 4 пары обуви. Но это не точно, потому что они описывали такую технологию, с учетом того, что ставится 2 пары на полку. Но по факту лазит только одна пара, поэтому как они с ними будут разбираться, я не знаю на самом деле. Но, тем не менее, кейс классный, поэтому полка вещь такая нужная в доме будет, если миллион денег не будет стоить, конечно же, я считаю. Вот, ну еще как бонус, LG также представил дополнительный шкафчик Showcase. В нем функции от пари мне нет, однако он защищает обувь от влажности и выгорания благодаря панелям, которые фильтруют ультрафилетовое излучение. Сам по себе шкаф представляет собой витрину, в которой каждая пара обуви вращается на 360 градусов. На данный момент LG не раскрывает стоимость и сроки поступления в продажу умных обувных шкафов. Но, как говорится, ждем-с. Знаете, у меня есть кейс такой, это не кейс, это грустная история, когда я постирала свои две пары коммерсов на режиме кипячения, и пришел в конец. Мне даже в завалах фоточка есть очень грустная, где отдельно подошва и отдельно шнурки, отдельно просто сами кеды. Поэтому не будьте как Марго, покупайте полки LG. LG мне за это не платит. Джеймс умеет удивлять. И я не о Бонде, а о Уэбби, который впервые в истории сфотографировал планету за пределами Солнечной системы. На снимок попала экзопланета, у которой нет каменистой поверхности и которая не может быть обитаемой. Этот газовый гигант по разным оценкам в 6-12 раз массивнее Юпитера и относительно молод, ему до 20 миллионов лет. Если вы не в курсе, то нашей Земле 4,5 миллиарда лет. И да, снимок опубликован на сайте НАСА, так что хочется верить, что это действительно историческое событие, а не очередной колбасный ломтик. Кстати, о колбаске. Для таких же вечно голодных, как и я, мы вместе с партнерами школы Teach Me Skills доставкой японской еды токини подготовили сюрприз. Розыгрыш суши сета всегда говорит «да». Чтобы его получить, тебе нужно находиться в Минске раз и написать в комментарии, какой айтишный термин, на твой взгляд, наиболее подходит для названия суши сета и почему. Но это еще не все бонусы от токини. Используя промокод SKILL при любом заказе от 23 белорусских рублей на доставку или самовывоз, ты получаешь ролл банито соевым соусом в подарок. Акция действует до 30 сентября. Я бы, да, я бы суши сет сейчас как бы как рубанула-то. Я, конечно, люблю свою работу. Но, как и любой нормальный человек, в тяжелые моменты задумываюсь о смене деятельности. И вот когда мне хочется послать все подальше и уйти в закат, то под закатом я подразумеваю OnlyFans. Уровень актерского мастерства Маргариты зашкаливает. Тут я недавно узнала, что OnlyFans стал самым успешным британским стартапом. Так что если уходить, то к лучшим из лучших, я считаю. Перейду к моим любимым цифрам. Прибыль компании за последний год выросла на 615% и составила 432 миллиона долларов. А ее пользователи потратили на площадке почти 5 миллиардов. Статистика 2022 года говорит более чем о 2 миллионах зарегистрированных авторах и 188 миллионах зарегистрированных зрителей, которые платят за подписку, размещение заказов для авторов и отправку им сообщений. И хотя OnlyFans не позиционирует себя как конкурента Pornhub, Леонид Радвинский подтвердил, что по прибыли его сервис отредил медиа-компанию MindGeek, которые принадлежат Brothers, Pornhub, Retube, YouPorn и Xtube. Сообщая о показателях OnlyFans, практически все издания подчеркивают, что он стал самым финансово успешным британским технологическим стартапом последних лет. Будут мне платить за смех, а мои шутки гениальные, шедевральные. Не обязательно раздеваться. Тут я не хотела раздеваться за 100 лайков, а никто не поставил. У меня афишка-то в другом. У меня искрометный юмор, моя афишка. Я тут на выходных посмотрела очередной фильм о Бермудском треугольнике и безумном физике, который в своей лаборатории воссоздает металлический туман, плавящий все вокруг. Правда, доказательств, кроме его хоум-видео, то и нет. Это я к тому, что ему лучше самому снимать свой контент для самого успешного британского стартапа, а не пытаться влиться в катку физиков душнил. И душнил здесь я имела в виду в хорошем смысле. Я тоже себя душнила считаю. Уже за физиков переживает наша команда, что я физиков-то как-то не так называю. Кстати, этим физиком душнилом удалось получить наноалмазы из пластиковых бутылок с помощью лазерных вспышек. Маленький спойлер, у этого трюка свидетели были. Ученые обстреляли тонкий лист PET-пластика интенсивными лазерными вспышками. Импульсы нагрели его до 6000 градусов и создали ударную волну. Она за несколько наносекунд сжала вещество при давлении, которое в миллион раз больше атмосферного. При этом образовались алмазы размером в несколько нанометров. Что репзи хотели этим показать? Да они воссоздавали ситуацию на Уране и Нептуне. Эксперимент доказал, что на этих планетах идет алмазный дождь. Исследователи выбрали PET-пластик, так как он имеет идеальный баланс углерода, водорода и кислорода для имитации условий на ледяных планетах. Наличие кислорода в составе пластика позволяет расщеплять связи между водородом и углеродом. И в итоге атомы углерода интенсивнее соединяются, формируя алмазы. Эксперимент проводился в Национальной ускорительной лаборатории СЛАК в Калифорнии с применением одного из самых мощных в мире рентгеновских лазеров Линок. Как отмечают авторы работы, данная методика может лечь в основу нового способа производства наноалмазов для высокочувствительных квантовых сенсоров, контрастных веществ для медицины и катализаторов для расщепления углекислого газа. И вообще, лучшие друзья девушек это не наноанализы, а умные физики. Я была бы не я, если бы не рассказала в дайджесте новость об искусстве. Шутки шутками, а мои коллеги по работе уже различают одного матисса от другого и знают, что первый любил танцующих голых людей, а на втором можно передвигаться по городу. Вот и вас я понемногу просвещаю. Усаживайтесь поудобнее, сегодня на десерт Ван Гог. Если серьезно, то новость впечатляющая. Используя рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать, исследователи Энтони Бурашид и Джордж Канн из Калифорнийского университета совместно с художником Джеспером Эриксоном воспроизвели потерянное произведение Винсента спустя 135 лет после его создания. Картину восстановили в рамках проекта Neomasters, над которым исследователи работают с 2019 года. Бурашид и Канн разработали процесс воссоздания утраченных работ, в котором используются рентгеновские изображения, чтобы различить каждый слой краски, а также искусственный интеллект для экстраполяции стиля художника и 3D-печать для изготовления окончательного произведения. Исследователи восстановили картину Ван Гога «Два борца», которую сам художник закрасил, чтобы повторно использовать холст для другой работы. Как культуролог скажу, что такая практика для художников не редкость. Они частенько писали картины поверх старых в целях экономии, ну и не только. Лично я люблю кейс с Яном Вермеером, где на картине с девушкой у окна скрыты под слоями краски интересные детали. Кстати, эту картину я видела воочер в Дреценской галерее, чему несказано рада. И я не просто так привела в пример этот шедевр. Если в случае с девушкой сотрудникам музея пришлось снять слой краски скальпелем, то в случае с картиной Ван Гога полотно осталось нетронутым. Но при этом тайна была раскрыта. Ну и пришло время подарить Гарри Поттерский гифт-бокс. Мой выбор пал на коммент с заклинанием «Bugs Findus at Ficus», написанный пользователем Энджелин Чен. Кстати, заклинание ищет баги и фикчит их, с чем мы тебя и поздравляем. Я с тобой обязательно свяжусь в комментариях и расскажу, как забрать свой подарок. На сегодня это все. Увидимся совсем скоро. Пока! Водичка, водичка, вода. Мне сказали, что очень серьезные в дайджесте подписчики. Надо шутить больше. Так, ладно, собирались. Корабли лавировали, 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 да не вы лавировали. Бык, тупогубенький бычок. У быка была губа, была тупа. А им удалось получить нано-анализы из... Нано-анализы. Ой, не могу. Это невеселая новость. Кстати, о колбаске. Белок...